Привет, Библия! Тема – пребывание с Иисусом. Текст от Матфея, 26 глава, с 36 по 46 стихи. Иисус, путешествуя с учениками, три раза сказал о том, что произойдет в Иерусалиме. Он сказал так. «Я буду страдать и буду убит первосвященниками и книжниками». Наверное, ученики, услышав об этом, подумали, почему Иисус умрет. Они не совсем точно, поняв Иисуса, в глубине души думали. «Эй, не может быть! Неужели такое может произойти?» Они не хотели, чтобы так случилось, поэтому они не спросили у Иисуса, что означали его слова. Но в конце концов настал тот день, о котором говорил Иисус. «В этот день произошло много непонятных событий. Во время ужина с учениками Иисус преломил хлеб, благословив и раздав им, сказал, «Возьмите, ешьте, это тело мое». Затем взял чашу с вином, благословил ее и, раздав ученикам, сказал, «Это моя кровь». И это было не все. Кроме того, Иисус сказал, что все ученики отступятся от него. Особенно это касалось Петра. «Сегодня ночью ты трижды отречешься от меня», сказал он ему. На что Петр ответил, что этого никогда не произойдет. Другие ученики тоже ответили так же. Но, может быть, они думали, действительно ли сегодня ночью произойдет так, как сказал Иисус. По воле судьбы в ту ночь Иисус с учениками поднялись на место, называемое Гефсиманией. Уходя помолиться, он, позвав только Петра, Иакова и Иоанна, обратился с просьбой. «Сейчас я буду молиться. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Иисус знал, какие трудности постигнут его. И, наверное, ему нужен был кто-то, кто бы утешил его и находился бы рядом с ним. Может быть, Иисус дал ученикам последний шанс. Он дал возможность им быть с ним до конца. И чтобы они дали ему сил, не отвернулись и не предали его. После просьбы, обращенной к ученикам, Иисус стал молиться, думая о постигающих его бедах и о кресте. «Отче мой, если возможно, избавь меня от этой чаши!» Затем Иисус посмотрел на учеников, которые должны были бодрствовать. Но в чем дело? Никто из учеников не бодрствовал. Ученики спали. Иисус, глядя на спящих учеников, сказал «Вы даже одного часа не смогли бодрствовать со мною». После этого Иисус снова отошел помолиться. По возвращении Он опять застал учеников спящими. Иисус разбудил их. Затем Он опять, помолившись, вернулся к ученикам. И на этот раз они еще спали. Иисус сказал «Встаньте, пойдем! Вот приблизился предающий Меня!» В роковой день, когда Иисусу было тяжело, Его ученики были рядом. Но если бы ученики бодрствовали, то, увидев трудности Иисуса, помолились бы вместе. И сколько было бы утешения и сил у Него. Но, к сожалению, в ту ночь ученики уснули. Ученики не то чтобы не помогли Иисусу, а только стали бременем и препятствием для Него. Дорогие дети! Быть рядом с кем-то означает быть с ним не только на словах. Пребывая вместе с кем-либо, нужно отдавать себе отчет и думать, зачем и почему я нахожусь рядом с этим человеком. Тогда мы сможем стать силой и утешением для Него. Эта неделя – неделя мучений. Было бы хорошо, если бы на этой неделе мы молились, думая о пострадавшем Иисусе. Я желаю, чтобы вы, пребывая рядом с Ним, помнили Его Слово и молились за любящего нас Иисуса. Субтитры создавал DimaTorzok